В Павлодарском доме дружбы общественность и государственный сектор обсудили важные вопросы. В работе круглого стола приняли участие государственные органы, представители НПО и лидеры общественных объединений. Одним из важнейших достижений независимости является профессиональное, активное и независимое общество неправительственных организаций. Как показывает время, от нашего взаимодействия, конструктивного взаимодействия, вот такого доверия между государством и неправительственным сектором зависит решение многих задач. У нас в области накопился определенный опыт взаимодействия между госорганами и неправительственными организациями. Вместе с тем, есть новые запросы, есть новые реалии, которые требуют поиска наиболее оптимальных способов дальнейшего взаимодействия. Экология, суицид среди подростков, детская наркомания – это лишь некоторые из проблемных вопросов, которые требуют срочного вмешательства общественности. Это диалоговая площадка для того, чтобы решить проблемные вопросы взаимодействия государственных органов и НПО. Мы с вами все прекрасно знаем, что сейчас у нас в Казахстане строятся новые подходы к взаимодействию с гражданским обществом. Участники общественного фонда «Подари земля сад» на протяжении 20 лет работают над озеленением нашей области. Экологическим проблемам уделяется большое внимание и со стороны государственных органов, и со стороны ученых, экологов и даже волонтеров. И наша цель – не получение каких-то там прибыли от этого, а именно, чтобы благовухала наша земля родного края нашего. Мы здесь рождены, земля от нас ждет наших добрых дел. Вот мы свое предназначение поняли в том, что мы должны территорию озеленять, раз нас этому, так сказать, время и жизнь научило. Также были подведены итоги конкурса «Эффективные сельские НПО». В сельской местности некоммерческие организации стали точкой притяжения ресурсов и технологий, которые меняют отношения жителей к своему селу. В конкурсе приняли участие сельские НПО из 10 районов и 3 сельских зон городов.